друзья приветствую вас снова на своем канале сегодня хотел бы затронуть такую тему как отопление в палатке многие из нас ездят на природу кто-то ездит по избам кто-то и берет с собой палатки я сказать живут в теплых спальниках многие каской берут с собой отопление но для чего это нужно наверное как бы для как сказать поездок на один-два дня можно конечно пару ночей потерпеть но когда вы едете в какие-то экспедиции то бишь нужно конечно же где-то греться спать в тепле готовить пищу но и главное сушить вещи потому что в дороге вы потеете могут быть какие-то нестандартные ситуации то бишь провалы к сказать вы намокли нужно переодеться нужно высушиться в общем на речь пойдет еще раз повторюсь о отоплении в том жилище в которые вы едете конечно самый надежный вариант это печка печки разные на их моделях останавливаться не будем ну то бишь сам факт о том что вы вы должны где-то искать дрова либо вести их с собой либо заготавливать их непосредственно в лесу в основном конечно дрова всегда в лесу найти можно но опять-таки есть ситуации когда во первых вы не едете в лес едете на какие-то большие озера дальше вариант вы посещаете какие-то закрытые территории где опять таки нельзя не рыбачить не добывать каких-то там зверей птиц ну и в том числе как сказать нельзя рубить деревья то бишь это заповедники национальные парки особо охраняемой природной территории в общем мы прошли наверное как бы своей команде путь от того что мы просто ездили по избам по чужим избам проживали как бы в них дальше как сказать была приобретена мной палатка у друзей была печка не ксо не совсем как бы нравилось ночевать в палатке именно с печкой почему потому что когда засыпаешь печка кочегарится конечно наклали мы и березовый так сказать сырую чтобы она тлела как бы всю ночь но все равно эффект остается один и тот же рядом с печкой лечь близко как бы нельзя она занимает место и под утро всегда холодно кто кто ближе к печи тот ее как бы ходит как бы и топит кто дальше тот принципе как бы мерзнет следующий вариант я в свое время покупал теплообменник омский он у меня был с газовым обогревателем который был не просто открытый огонь а именно керамическая поверхность гин он в том числе как бы был с газ-контролем мощность у него была по-моему от двух до четырех киловатт регулируемый но была проблема в чем что как бы я какую-то поездку не помню точно как бы повредил этот газовый газ-контроль то есть там такая медная трубочка она у меня не знаю то ли помялась то ли я чем-то задел при транспортировке но в общем суть остается суть как фактом что мне пришлось ее потом менять потому что разжечь было трудно плюс как бы периодически он как бы тух то есть обогреватель работал не совсем корректно но я нашел похожий как бы у китайцев поменял его в принципе проблем не было единственное что всегда давило как сказать на какое-то подсознание что нужно все-таки искать какую-то альтернативу газу потому что ну не будем этого скрывать люди с таким обогревом в палатках гибнут гибнут конечно они больше наверное по причине халатности может быть пьянство как сказать не пьянство неправильно вырезался именно засыпают в хорошем припонятом настроении кто-то замерз закрыл как бы приточку вытяжку кто-то там ногой пошевелил так сказать задел теплообменник то бишь в общем несчастный случай как бы они есть причина на это есть и я пришел к чему что все-таки источник тепла нужно как-то вынести за контур палатки то бишь а чтобы отопление у нас но в случае каких-то нештатных ситуаций то есть не речь не рассчитаться за это как бы не воплотиться жизнь в общем в какой-то момент наверное в год назад я увидел в ютюбе затем как нашел на алиэкспресс так называемые китайские вебасты они недорого стоят маяк в мой комплект обошелся по моему что-то пределах 7000 доставкой там 7 или 8 не буду помнить сам не могу точно сказать но помню что недорого до 8000 на это повлияло какие-то скидки акции и так далее в общем купил тестировал ее несколько раз во дворе то бишь выставлял палатки на своем как бы купил еще аккумулятор на 55 ампер часов гелевый дельта в общем все меня устраивал пока я тестировал это у себя во дворе в доме несколько раз я как сказать брал ее с собой в поездке мы ездили большое у нас путешествие было десятидневно на ям озера то бишь обогреватель проехал туда обратно почти 300 километров включая там последний кусочек все было замечательно но мы им не пользовались почему потому что как бы нам повезло были открытые избы то бишь мы проживали в хороших комфортных условиях то бишь так вот все было бы опять таки ничего но вот была первая рыбалка в декабре этого самого прошлого двадцатого года я взял с собой палатку со мной вместе должны были ночевать как бы двое моих друзей в общем в баста нас подвела хотя принимая во внимание что на улице было не холодно где-то может быть там 7 8 12 градусов как бы мороза не больше я заправился соляркой залил как сказать маленькую канистрочку взял с собой там буквально шесть как бы литров это солярки заправлялся на лукойле то бишь солярка была зимняя качественная но случилось так что у нас мы проехали наверное может быть там два-три часа по путику доехали по болотам до озера поставили палатку отопитель не хотел заводиться первый момент потом он кое-как завелся но выдавал дай бог там может быть пол киловатта или киловатт всего лишь мощность мощности не выходил на мощность хотя показывал что все работает на верхнем пределе но палатке было холодно в итоге ночью он вообще отключился то бишь мы первую ночь досыпали уже как бы так дальше как сказать следующий день мы попытались его как бы реанимировать но пошли ошибки чтобы он перестал заводиться то есть периодически вот эти вот попытки его включить включение оборожек этой вот свечи накаливания жрет каждый раз там порядка 10 амперов короче получается вы стали высаживать аккумулятор но все-таки в эту ночь нам еще более-менее повезло нашли как сказать мы нашли вариант то бишь минуя вот насосик дозатор который отцокает и выдает требуемое количество солярки то бишь мы его исключили из цепи отключать не стали без нее как бы не заводилась но получилось так что мы дозировали солярку именно как перегнули шланчик пополам буквально сделали такой хомутик передвигая его ближе или дальше от загиба то бишь мы регулировали подачу солярки эта ночь была тоже ничего каскать более-менее но третья ночь у нас конечно уже прошла на третью ночь нам просто не хватило аккумулятора почему потому что пока была система еще раз повторюсь мы его восстанавливали чинили высадили аккумулятор итог какой вернувшись домой вот я же сказать пришел к чему что вторую ночь такую просадить как бы провести снова как бы не хочу хотя мне друзья потом говорили по форуму что же рома надо было либо купить какой-то антигель называемый для солярки либо просто бензинчику как бы самое плеснуть но эти все-таки это нас техника для экстремальных таких проживания сегодня не завелся потому что слишком была солярка как бы густая хотя знаете вот на второй день мы заносили солярку каскаде в палатку во вторую там было как в газовое отопление солярка была жидкая почему не работала кстати в общем китай есть китай хотя конечно ребята из поднебесной делают все лучше и лучше но вот такой ситуации она нас подвела вернувшись домой как сказать у меня палатка провонялась соляркой как сказать одежда соляркой провонялась в принципе конечно ничего страшного не нежненькие такие то есть не сахарные потерпеть можно но я решил купить вебасту вебасту купил именно уже оригинальную ну и взял ей бензин а еще забыл ребят сказать извиняюсь немножко не совсем опрятное лицо последнюю поездку маленько приморозил щеки поэтому решил вот на зимний сезон потому что поездок впереди как бы много немножко отпустить никогда бороду не отращивал это мой первый блок сумму конечно ругается у тебя некрасивая то есть такими попрешинами но посмотрим у меня через десять дней предстоит путешествие на перевал дятлова причем идем нестандартным путем со стороны как бы так сказать екатеринбурга перми а будем подниматься именно едем у нас на печоре есть такая деревня усть улья до туда мы доезжаем на машинах а вот машина сказать а уже потом по реке будем подниматься на перевал то есть почти у нас наверно за двадцать километров до перевала есть устье улья поворачивает на юг верховья уже как бы там не гораздо южнее ну а мы пойдем по речке хозью немножко как бы выше ну в общем снова приморозиться как бы не хочется вот решил отрастить посмотрим что результат что через 10 дней кстати будет отчет только вот через 10 дней мы выезжаем 10 дней мы будем в горах ну и потом наверное еще мне пару дней нужно будет на монтаж так что чтобы не пропустить если вас интересует данная тематика подписывайтесь на канал ставьте колокольчики а сейчас я поменяю настройку камеры как я и говорил покупал и минимальной комплектации так и так понимают вот топливные шланги это датчик точнее это для забора топлива из бака проводка два стандартных шлейфа документы техпаспорт наклейки вот этот топливный насос тем гораздо меньше чем у китайцев потому что как бы тут я насмотрелся еще провода немцы кладут даже вот такие стежки у них даже еще серийный номер есть клеммочки пакетики 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 точнее гайки с шайбами оцинкованные да я вначале забыл сказать что я купил выбастом артоп 2000 стс то есть она 2 киловаттная видно вам или нет серийный номер поближе подвести вот так вот данный читается 12 вольт 2 киловатта да есть некоторые предположения что ее может как бы не хватить на 4 на для отопления 4 местной палатки но вот из своей практики и вот что вот по газовому отоплению я вот помню что когда до включаешь палатку включаешь первоначальное отопление с холода она разогревается разгоняет потом когда более-менее внутренний воздух как бы нагревается то бишь спать при отоплении в 4 в 3 киловатта жарко то бишь ты раскрываешься фактически спишь над спальником ну и что и поэтому мы всегда старались держать на основной рабочей температуре теплообменник этот вот обогреватель газовый на минимуме то бишь где-то в пределах там двух может быть 2 и 2 киловатта поэтому будем надеяться что ее хватит но есть такая идея на всякий случай то есть приточку за кускай закольцевать с палаткой то бишь вот представим что она на улице здесь будет не какая-то гофра которая в принципе тут не надо особо термостойкую чтобы она будет из палатки засасывать воздух и соответственно нагреваться здесь в басти и выдавать действует уже какой-то алюминиевой термостойкой как бы гофр и заходить в палатку уже попадавать горячий воздух и так постепенно 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 то есть как бы она уже будет поддерживать требуемую температуру палатки но опять еще раз скажу по опыту 20 градусов палатки некомфортно почему потому что ну как-то в принципе эти люди сидят в термобелье в каких-то еще треков в кофтах то бишь если будет жарко приходит придется опять таки раздеваться там до футболок что не совсем комфортно потому что периодически выбегаешь из палатки на улицу каждый раз накидывать куртку как бы не совсем удобно так в кофте при температуре 15 10 там 12 градусов это уже хорошо ну что это на 1 оптимальная температура для отопления таких походных условиях что у нас здесь еще есть хомуты для тайнички соединители для топливной системы сам теплорегулятор он же включатель выключатель который помощь которую мы включаем систему ну и выставляем необходимую температуру наша ситуация будет стоять на максимуме здесь прокладка для установки вероятного днища автомобиля ну и сеточка которая вставляется вот с этой стороны для забора воздуха чтобы у нас тут ничего не попало хомут так понимает для зажима это вот шланга выхлопной трубы ну вот сюда вот он так одевается это я так понимаю это фильтр через который посредством попадает воздух в камеру сгорания сегодня последний день перед поездкой поэтому как обычно все конечно откладываю на последний момент в общем время мало поэтому видео наверное будет кратким делаем что делаем ящик для выбасты то есть идея вот этот выбас . я вначале уже показывал то бишь я ее сейчас собрал она работает у нее подцепляется на от лодочного мотора я приобрел небольшой бачок то есть это на соединители как сказать в общем все принципе бы нормально все функционирует теперь мы будем делать ящик так для начала я беру наверно 12 миллиметровую фанеру на 12 12 7 решил я сделать ящичек то есть шириной на меня будет наверное скажу на 40 40 на высоту на 50 чтобы в ящике были все провода он же на нем стоял и соответственно туда же прятали все гофры и шланги глубина вот у самой выбасты где-то 12 с учетом провода пускай 13 я буду делать двадцатку чтобы еще внутри там ящики как бы могли у нас слагироваться все гофры для этого мы берем откладываем это у нас там тоже остаток пригодится мы из него сделаем промежуточную полку на которой который будет кремиться сама выбаста внутри ящика дальше я когда-то еще прошлом году сделал вот такую кареточку для того чтобы напиливать соединение под углом 90 градусов зафиксирую пилом вот сразу это сделать чтобы она у нас не каталась по полу сначала делаем две торцевые паночки на 40 ящик будем делать потом с фрезой под 45 градусов то есть она там на шип сажается то есть будет как бы имитация бруса ну в нашем случае просто края будут как сказать на вот так вот но на угол соединяться и на клей будет довольно таки крепко держаться для аккумулятора делал ящик хорошо проработал все я его возил в санях снегу в мороз ничего как бы не разлетелось так здесь делаем на 50 так у нас остается давайте запасом сделаем на 55 вот где наши искать части будем соединить вот таким образом но для того чтобы у нас вот здесь вот не было вот этих вот торцов то есть я хочу соединить так сказать ну как бы будет как имитация бруса то есть для этого мне нужен фрезер небольшой вот такой фрезерный столик я сделал параллельный упор тут вытяжка в общем ничего в принципе сложного будем использовать такой вот такую фрезу сейчас скажу как она называется вот видите фреза 955 . 504 . 11 именно для соединения что вот настроили мы фрезу используем для более безопасного и точного обработки вот такие вот криковские прижим пружимы то ли сейчас будем обрабатывать первую заготовку смотрим что получится так одну сделали теперь точно так же обрабатываем вторую теперь убираем нижний поджим пока больше не нужен если первые заготовки то есть вертикальные наши стороны мы обрабатывали соответственно вертикально горизонтальные мы обрабатываем горизонтально проверяем что у нас получилось я хотел чтобы вот обработанная сторона была внешне вот видите получается собрали мы ее замок так теперь нам нужно сделать бороздку чтобы можно было вот так вот вставить полочку соответственно есть у меня еще такой маленький фрезер вот я взял фрезу на 12 миллиметров фанерка чуть-чуть толще где-то 12 и 5 за счет влажности она маленькая разбухает поэтому я сделаю один прогон потом делаю маленькое смещение и еще миллиметрик снимаем сейчас выставляем ограничительную планочку чтоб у нас никуда не съехала проверяем вот видите как я и говорил то есть чуть-чуть берем на угол что лучше бы конечно не было эти шланги снять не мешались ну и теперь уже можем четко промерить нашу полку 38 сейчас вот так и будет сюда сделана полочка еще раз 38 миллиметра так ну что пилили полочку сейчас я замерю выведет немножко в нутяк так в принципе хорошо то есть лучше будет держаться то есть мы ее чуть позже вклеим а сейчас мы должны вырезать в ней отверстия технологические для webasto до этого у нас в руководстве по книжки от webasto страничка которая есть разметка для технологических вырезов стараемся разметить по центру расстояние от одного до другого отверстия было приблизительно одинаково лучше сразу просверлить маленькие а потом уже досверливать большие так посверлили от мы отверстия раз два три четыре пять штучек на 8 и 2 на 30 так сейчас мы должны выбрать здесь паз для того чтобы потом вклеить сюда заднюю крышку то есть это мы делаем у всех четырех сторон так это у нас задняя часть клей у нас тайбон 2 принципе хороший конечно жалко что не совсем влагостойкий сразу же собирать вторую чтобы но была возможность стянуть струбцинками так чуть-чуть только ради того чтобы поймать прямой угол вторую часть так конечно надо бы промежуточную бы сразу же поставить но я думаю в принципе мы ее сунем и так если что я разожму берем верхнюю часть в принципе что хочется сделать поаккуратнее но это уже вторично здесь нам главное сделать крепко так одну грань выравниваем все по столешнице что для этих целей хорошо склеим когда работаешь какая-то влажная бумажка которая в принципе сразу хорошо очищает клей из заготовок но и конечно же с пальцев убрать роль контроля угла за 90 градусов будет сейчас выполнять вот эта полка так ну главное правильно сейчас вклеить не перепутать видите сейчас уже струбцинки пережал ну в принципе все входит видите в санях когда все это будет перевозиться главная проблема это конечно же вибрации так в общем пока у нас конструкция сохнет потому что прошло всего лишь только 20 минут чтобы ведь время не терять что еще сделаю надевает этот непосредственно из комплекта воздуховод с фильтром который у нас гонит воздух в камеру сгорания принципе он такой мне подсказали что китайского баста нужно располагать насос почему-то под 45 градусов так ну что время 7 часов в принципе клей уже должен был схватиться но мы сборку фактически закончили у нас произошло испытание в полевых условиях немецкой вебасты которая показала себя можно сказать наверно сдали экзамен на отлично ночь была где-то минус 14 минус 15 градусов как сказать что мы в принципе были сырые конечно просохнут у нас вещи внутри не просохли сразу говорю но палатки было тепло с учетом того что сделали забор воздуха из палатки то бишь подавали в нагреватель в камеру теплообменник уже теплый воздух из палатки палатки было градусов может быть наверно 15 здесь вот у у нас получается что я сделал подцепил вот такой вот лодочный бензобак от маленьких моторчиков он где-то на 12 литров по паспортным данным соляр такой самый вебаста кушает 300 грамм час значит наверное нам мы должны были за ночь сожрать 4 5 литров не больше так пытались что-то там изобразить такое в плане как бы с одновременно подзарядка на ночью как бы не стали включать потому что все вымокли перед этим как бы утопили снегоходы вытаскивались так что не до этого было аккумулятор не разрядился показывает 1228 вольта так что в принципе нормально дальше без глушителя конечно система работала ну как бы громко я вот сделал такой ящик вот я показывал в начале ролика передняя крышка выступает как своего рода держатель трубы глушитель конечно эти но имеет определенную массу поэтому как бы чуть-чуть давит всю конструкцию как бы вниз но это дощечка фанерка его хорошо как бы сам и сдерживает ну и если ветер то чуть-чуть отводит выхлопали газом сейчас я ее буду разбирать то бишь вот смотрите палатка снегирь палатка пол polar bird у нее чем хорошо на входной двери есть две молнии то бишь одной молнии мы пристегнули если вот видно зажали гофру которая подает воздух из палатки здесь оригинальная выпастовская на 60 гофра заходит вовнутрь то есть она выдает теплый воздух теплый воздух у нас попадает под палатку и принципе об они не смешиваются ну что вернулись мы домой из поездки не проверять что у нас получилось вот такой лентовский пакет я под него конечно не нацеливался но он мне подошел полностью что соответствует по габаритам ящика его задача блокировать попадание с этих мест куда мы одеваем гофры снега пока мы его транспортируем в санях вот так визуально ящик целенький смотрим что у нас внутри крышка целая патрубок не помят дальше немножко снега внутри топливного шланга когда упаковывали датчик регулировки целый крутится претчатка сделала свое дело наверное все таки его сейчас один какую коробочку сломалась и у нас хомут который держал воздушный фильтр отломался но его видите надо все-таки пристегивать на стяжку выхлопная труба на месте целая без повреждений глушитель с ним вообще ничего не будет он железный воздуховод который мы подаем воздух из палатки прямо в басту целая внутри снег ну как я и говорил мы маленько утопли снег никуда как бы от него не денешься зимой в общем все нормально так что не знаю понравилось вам моя идея не понравилось ну как бы она имеет право на жизнь вот сейчас мы проехали на снегоходах 170 туда 170 обратно в принципе все живое все работает что буду рад вашим комментариям пишите может быть у вас какая-то идея по поводу ящика будет более лучше потому что я видел их делают из алюминия их делают из пнд клеят и ящики что идей может быть много давайте общаться подписывайтесь на канал буду рад тому что вам это видео окажется полезным спасибо